Дмитрий Иванович 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 то вы, пожалуйста, обозначайтесь. Ирина, спасибо тебе за бдительность. Вот. Соответственно, сбился я, о чем я говорил, но давайте будем потихоньку переходить. Моя, наверное, основная... ...фитзон, это Южная Сеть, Краснодар, Анапа и Новороссийск, ввели такую функцию, как фитнес-консьерж. Илья Савельев будет со мной вместе в эфире. Илья, не вижу, если ты уже здесь, то обозначься, пожалуйста, в комментариях, чтобы я был спокоен и, собственно говоря, спокойно тебя потом подключил. Да, ребята сделали очень интересную штуку. Они заменили задачу самостоятельного подбора клиентов тем тренером, которые работают в клубе, и заменили это на функцию единого консьержа, через которого проходит весь входящий трафик, задача которого – идентифицировать какого тренера и как предложить этому клиенту. Вот почему это было сделано сейчас и насколько это вообще работает, как работает, мы с Ильей Савельевым поговорим чуть позже. Да, Илья пока не обозначается, наверное, присоединиться чуть-чуть позднее. Вот. Основная моя мысль, с которой я хочу начать, и чем принципиально отличается работа с привлечением или вовлечением людей в высокий и низкий сезон – это в так называемой цепочке созревания или цепочке согревания людей. То есть что мы с вами делаем обычно в обычной схеме модели продаж, когда работаем, ну, там, по понятным нам сценариям. Да, мы имеем некие общности трафика, которым мы направляем разные офферы, да, которые состоят из описания нашего услуги продукта и предложения его купить за какие-то стоимости. Ожидаем некую реакцию на этот оффер в виде запросов в директ, в виде заполненных заявок, в виде оставления своих телефонов, в виде плюсиков каких-то, да. И после этого подключаем к этому наши отделы продаж, которые вступают в диалоги, уточняют, проясняют, работают с возражением и конвертируют. Собственно говоря, это та схема, которая, ну, вот она привычная, и она работает. Чем это отличается от… вернее, что происходит, что может происходить в низкие сезоны? Это когда в трафик направляется не сразу оффер, потому что трафик становится менее реагирующий на вот эти самые офферы. И это проявляется в том, что… да, Илья, вижу, ага, спасибо, что ты здесь. И это проявляется в том, что на те офферы, которые мы размещаем, у нас очень низкая реакция. И вы наверняка с этим сталкивались, когда вы подводите итоги, ну, например, там, полмесяца или две недели мая, и те рекламные кампании, эти 4-5, там, например, там, как это говорится, креативов, которые иногда используются, они не работают. Да, вижу вопросы Ирины. Ирина, нет, это сильно как раз не то же самое, что фитнес-консультант. И понимая, что эта ассоциация, аналогия возникает, я попросил Илью, собственно, подключиться и рассказать, в чем принципиальная разница. Мы об этом поговорим буквально минут через 10. Я сейчас вводные какие-то дам, и об этом продукте мы просто подробнее поговорим, Илья уже здесь. Вот. И поэтому, соответственно, когда мы с вами решаем задачу привлечения внимания аудитории, и когда мы понимаем, что просто продать фитнес-клуб «Мир фитнеса» в городе Череповец год фитнеса за 15 900 становится сложно, мы начинаем решать задачу, продать ему что-то другое, чтобы его зацепило. И вот тут как раз вступают в игру так называемые гибридные или конверсионные продукты. Это два разных типа продуктов. Конверсионные продукты – это продукты, которые служат приманкой, наверное, можно так сказать, клиентой, которые решают какую-то конкретную локальную проблему. Они более ограничены во времени или в широте услуг, чем базовый доступ, месячные или годовые членства, и имеют определенный функционал. Ну, например, это какая-нибудь секция «Здоровая спина» или йога. Сейчас разберем пример. Задача продукта триггера заключается в том, чтобы воздействовать на конкретную предметную узкую боль или потребность клиента и при этом не пугать его несформированную голову понятием, там, купи себе доступ в фитнес. То есть мы продаем клиенту не фитнес-клуб в целом, а конкретную его секцию конкретного тренера или конкретные 8 визитов для того, чтобы похудеть. А прогрев – это набор контентных действий, который нужен потом, вернее, который нужен для того, чтобы в цифровом пространстве, в Инстаграме или где-то еще расшить, раскрыть и объяснить и обрисовать, что из себя представляет продукт триггер. То есть объяснить клиенту при помощи контента, зачем и кому и как может помочь секция «Здоровая спина» проще, чем в рамках ограниченного периода времени расшивать все возможности фитнес-клуба. А если они у нас уже расшиты ранее, то это служит дополнительным инструментом. И, собственно говоря, вот эти вот примеры продуктов, триггеров и цепочек, связанных с прогревом людей, мы сейчас с вами и поразбираем. Продукты конверсионные и гибридные продукты. А гибридные продукты – это когда мы продаем людям у себя в фитнес-клубе что-то, не связанное напрямую с фитнесом вообще. Так тоже можно, такие тоже примеры есть. И, собственно, на вот эти вещи наши коллеги уже начинают привлекать клиентов гибридные продукты. Ну, примером гибридных продуктов является подготовка к соревнованиям по триатлону. Причем возможность подготовки к соревнованиям по триатлону с тренером этого человека. Мы у себя предоставляем только инфраструктуру. То есть вот эти вот вещи, к которым мы постихоньку, помаленьку подходим. Давайте посмотрим на какие-то конкретные примеры. А, почему это, собственно говоря, важно еще сейчас летом, почему мы в том числе о вот таких вот вещах начинаем говорить. Потому что параллельно помогать людям решать задачи, связанные с фитнесом, лезет довольно большое количество людей. Вот журнал GQ, например, рассказывает, что если вам надоел спортзал летом, да, когда агрофитнес, как мы там говорили, туризм, путешествие, и он там вылезает со своей рекламы. Надоел спортзал? Скачайте чек-лист альтернативных тренировок или рассылки GQ, и что-то там идите занимайтесь. МТС вот приглашает бегать. И еще одна штука, которую я увидел опять же в свете подготовки к этой программе, это предложение вот от некоего персонального фитнеса, это онлайн-предложение, который рассказывает, что они создали вашего… Так. Куда все? Вернулся? Прекрасно. Не знаю, что происходит с площадкой ProofMe, но вот так вот опишите. И сейчас пропал, буду… Вот я просто переподключаюсь, да, и буду заходить. Так, а что ты пишешь? Заходи еще, я же зашел. Я же зашел или не зашел? Да. И вот это какой-то онлайн-сервис, который рассказывает о том, что я с вами доводим до результата, который вызывает вау-эффект, работаем до победного, ну и вот этим занимается некий господин Сергей какой-то. Дело в том, что количество вот таких сервисов, которые, ну, вот, будут людей вот на что-то отвлекать, да, разными способами, оно, собственно говоря, ну, вот, меньше точно не становится. И позавчера мы встречались в Новосибирске с коллегами, я рассказывал об вот этой вот напасти, ну, напасти в кавычках, потому что для отрасли в целом это неплохо. Но если на нее не реагировать, то вот это я увидел вчера, да, то есть это вот совершенно свежие истории, которые только в моем инфофоне попадаются. Сколько их попадается в инфофоне других людей, неизвестно. Ну и, собственно говоря, теперь несколько примеров, да, разных продуктов, которыми можно пользоваться и которые можно брать, изучать, анализировать у коллег. Вот это вот Orange Theory, американская сетка, которая запустила челлендж. Наверное, многие или кто-то из нас уже челленджи пробовал запускать, да. Я перевел на русский вот их прекрасный призыв, который набрал 34 тысячи лайков и там комментариев, обсуждений, какое-то бурное количество. Сетка большая, то есть тут тоже надо понимать. Это здоровенная франчайзинговая сеть студий, да. Готовы ли вы к трансформации лет, а пришло время воплотить свои цели в жизнь, присоединиться к BackEttage Challenge, который пройдет с 14 июня по 8 августа. Обратите внимание, продукт на лето запускается, да, то есть вот он прямо аккурат на лето. Завтра начинается регистрация на это восьминедельное мероприятие, в котором вы против себя в поисках личного лучшего. Ваши тренеры и сообщества готовы привлечь вас к ответственности и сделать результаты доступными. Посмотрите, как далеко вы продвинулись. С двумя сканированиями InBody, включенными в вашу регистрацию, то есть регистрируйтесь завтра, 35 долларов стоит вот эта вся у них история, получите желаемое, отметьте друга, готовы принять счастье вместе с ним. То есть они перестают продавать свои ценности, не так, они не перестают продавать свои ценности, своих продуктов, которые у них есть, то, что это студии функционального тренинга, ориентированные на гантели, петли, беговые дорожки и грибные тренажеры, но при этом в параллель к этому месседжу они заводят продукт, который вот направлен просто на то, что вот потратить лето для того, чтобы себя там что-то куда-то. Да, мы проводим такие вещи с вами, мы их проводим и весной, и я знаю, что многие коллеги их проводят, но пример того, что в американской культуре, которая, я напомню, более конкурентна, чем наша, эти вещи также приняты и работают. Это пример конверсионного продукта от коллег из Владимирской атмосферы, которые называются про боли в спине мешают работать. Обратите внимание на формулировку подачи. Да, то есть здесь сразу идет вопрос-триггер. Боли в спине мешают работать вопрос. То есть человек, у которого там в голове что-то должно стрельнуть, оно у него стрельнет. Ну и дальше пошло расшиваться все это дело. Вас мучают частые головные боли, вы испытываете то-то, то-то, то-то. Это прогулка, пугалка, да, вот это как раз триггер продукта, что цепляет. Потом рассказывается, от чего вы избавитесь. Потом рассказывается, что включено под всю эту историю. Ну и, собственно говоря, стоимость. Да, там 9 900 для тех, кто является клиентом клуба, и на 3000 больше, если вы не являетесь клиентами клуба. Все гибридные конверсионные продукты имеют своей целью продаваться в первую очередь за пределы клуба, не клиентом клуба. Понятно, что они в том числе нужны, чтобы клиентов удерживать, но все это нужно в большой части во многом для того, чтобы привлекать тех, кто клиентами клуба не являлся. Это уже давно работающий продукт, как называется, продукт заманиловка от сети BrightFit. Это неделя фитнеса за 99 рублей. Для всех новых клиентов сеть предлагает неделю фитнеса за 99 рублей. Там безлимитное посещение в течение, по-моему, пяти или семи дней. Иван Моисеенко на вопрос о том, насколько это вообще сильно конвертируется, обозначил, что важный момент. Конвертируется, не конвертируется практически никогда сразу же. То есть люди неделю отходили, и 99% отваливаются, не сконвертировавшись на спецпредложение сети, которое они сделали тут же. Но в течение 60 дней до 27% при получении повторных этих самых офферов со спецпредложением конвертируется в тот или иной более крупный контракт. То есть тут вот с одной стороны тест-драйв, который не бесплатный, а с другой стороны, собственно, возможность, вернее, потом, необходимость потом достукиваться до этих людей не сразу же, но тем не менее вот ребята говорят, что это работает. Понятно, что летом может быть больше движа, и мы все сейчас летом запускаем разные движухи. Это вот я собрал летнее предложение, которое те или иные операторы проводят. Это ульяновские коллеги Ультрафитнес проводят фестиваль рыба, ой, еда и что там, еда и что-то, фитнес-тусовки на фестивале еды. Это дни здоровья, которые проводит атмосфера у себя в клубе. Это вчера, вот позавчера проводил сеть прайм-фитнес и спорт-сити в городе Ростове фестиваль циклических видов спорта «Триатлон». Это дни моды, которые проводил брайтфит в Екатеринбурге, и гонку с препятствиями, которую проводит прайм-фитнес в Липецке. Здесь речь идет о том, что пока лето, и пока мы понимаем, что людей тянет на природу, надо на эту природу с ними ходить. И самое прикольное мероприятие, а я его что-то не сохранил, что ли, из последних провел сеть драйв-фитнес в Екатеринбурге. Это пикник драйва. Они там жарили шашлыки, угощали всех шаурмой да пиццей, проводили танцевальные тренировки, соревнования, перетягивали канат. То есть, ну, вот это вот та самая пикниковая тусовочная среда, в которую тянет клиент. Это скорее для того, чтобы, конечно же, клиентов удерживать, и чтобы они понимали, что в клубе у нас тоже тут все немножечко про природу. Это интересная история, которую я не ожидал увидеть, честно говоря, но немецкая сеть FitOne летом решила провести розыгрыш среди всех клиентов и разыгрывает вот где-то у них тут, короче, призов на 800 тысяч евро. То есть, это, в общем-то, стандартный достаточно заход, которым и многие из нас тоже пользуются. Среди клиентов клуба и новичков, и покупателей дополнительных услуг разыгрывается мегагвин, мегавыигрыш на 800 тысяч евро, включая автомобиль. Я знаю, что некоторые региональные сети практиковали розыгрыши автомобилей, но, тем не менее, вот эти вещи в лето запускаются. Причем это немцы, которые тоже, казалось бы, ничем таким лишним заниматься не должны. Ну вот, собственно говоря, запускают. Опять же, BrightFit в лето запускает онлайн-продукт, перевес. Они его весной запускают, летом реклама его, ну, во всяком случае, в моем понимании, усиливается, когда можно ходить в клуб, можно в клуб не ходить, но научим тренироваться, питаться, одеваться. То есть, чуть шире, чем просто тренировки. Тут больше каких-то вот триггеров по стилистику. Ну и вот пишут, что у них там. Регулярные тренировки под присмотром компетентных тренеров, советы по питаниям, соревнования с командами из других городов, постоянные замеры и контрольные точки. Собственно говоря, тоже опять такая челленджевая история, которую можно пробовать. Я их отметил, потому что они тут не только по тренировке, но еще и не только по тренировке питания, но еще и стилистика одеваться. Опять же, продукт с геймификацией связанный запустил Orange Fitness в мае, и как раз в выходе в лето они его проводили. Значит, опять все висит. Так, значит, проводили коллеги его в мае. Суть его в том, что нужно выполнить 12 заданий, собрать все наклейки, получить заветный код от сейфа и забрать свой приз. Продление карты на один месяц или три персональные тренировки в любом направлении. Игра длится 16 июня, и там, ну там на самом деле достаточно простые задания, во всяком случае, то, что я видел, да, попасть 18 раз в кольцо там из 30 бросков баскетбольным мячом. То есть это именно такая легкая лайтовая игрофикация, которая удерживает внимание аудитории вокруг клуба и не позволяет им раздрежаться что-то сделать. Другие коллеги, это, правда, не фитнес-история, это история из санатория знания, стали увеличивать количество лекционного материала. Но у них, правда, не низкий сезон, они это делают только потому, что, ну, вот так вот делают. Вот, например, мне понравился. Они стали проводить лекции среди своих клиентов для того, чтобы увеличить вовлеченность в дополнительные услуги, открытые лекции со врачами-гинекологами, невропатологами, урологами, кто у них там есть еще. Да, потом эти лекции записывать, выкладывать в Инстаграм и куда угодно. Значит, дальше. Видео с лекциями, контент в Инстаграм, сториз и статьи. Вопрос, да, задает Вадим. Есть ли четкие показатели по конверсии продаж? То есть сколько нужно запустить таких мероприятий, чтобы заработать миллион рублей? Какова конверсия? Вадим, на самом деле, если бы я вам ответил, что такая конверсия есть, то я бы соврал. Потому что у каждого клуба количество трафика и количество возможностей проводить такие мероприятия измеряются, ну, возможности измеряются десятками, а реакции нужно проверять. И какой-то единой вот конверсии, которая вот такая вот раз там 15% в среднем по рынку, да нет, конечно. Вот сейчас Илья Савельев подключит, он расскажет про конверсию, которая есть в его мероприятии. И маркетинг, в моем понимании, далеко не должен отталкиваться от того, какая должна быть конверсия. И если конверсия выше 15%, то мы проводим. Завтра конъюнктура рынка изменится и откроется Турция, и вам придется сильно больше проводить таких мероприятий, чтобы не отвадить из своего клуба еще сколько-то клиентов. И на конверсию плевать. А усилий все равно придется делать больше. Поэтому думайте, прежде всего, не про конверсию и не про то, сколько вам придется провести или какая должна быть себестоимость у дополнительных мероприятий, а как и что вы будете делать завтра, если мир будет меняться. И потом только считайте. Сначала мы бьем в цель, потом мы смотрим, куда мы попали, и только потом мы корректируем цель. А если вы сейчас будете прицеливать там, соображать, что мы там будем, какую-то даст конверсию, а сколько это выстрелит. Ну, разбегутся все, как тараканы. Нафиг. Кто-то в онлайн разбежится, а кто-то в новый фитнес-клуб. Поэтому, извините, но для меня вот эти вот вопросы все, какова конверсия по заявкам на данные, это вопрос тринадцатый. Вот так. Значит, собственно, вот мы к чему подходим. Теперь фитнес-куратор. Да, Фитзон запускает, собственно, вот этого фитнес-куратора, который пишет, что, друзья, если вы все еще думаете, стоит ли заниматься с тренером. Да, Илья Михайлович, вижу, сейчас подключу, дочитаю. Обязательно воспользуйтесь специальным предложением от нашего фитнес-менеджера. Сергей подберет вам тренеров, исходя из ваших пожеланий, знаков зодиака, еще тридцати показателей. Вот теперь, давай, Илья Михайлович, я тебе сейчас подключу. Зачем знаки зодиака-то вообще вы... Что вам? Знаки зодиака там дались. Так, сейчас я вспомню, как это делать. Илья Краснодар. Так, смотри, вот у тебя сейчас должна всплыть какая-то штука из серии типа того, чтобы подключиться, и ты можешь на нее где-нибудь нажать. Что-то появилось? Появился звук, но не появилась картинка. Да, наверное, слава богу. Прекрасно, да. Тогда меня, в принципе, это устает, хотя я тебя, конечно, давно не видел. И очень радостно у тебя визуально поприветствую. Может быть, мы еще раз эту операцию проведем? Ты же знаешь, стандартно три подхода по 12 раз. Давай. Давай, давай. И сейчас еще раз приглашение такое, типа вас там приглашают выйти в эфир. А ты с телефона или с компа? Телефона. Причем мой как-то не отреагирует. Так. Ага. Не получается, да, видео? Последняя тебе еще попытка такая. Не, не получается. Вот если верх экрана отмотать самого с телефона, то посмотри, нет ли вверху такого значка камеры и значка микрофона. микрофон должен гореть зеленым, а камера серым. Попробую нажать на камеру последней попыткой и будем разговаривать так. Честно говоря, ничего у меня тут нет. Не видишь. Нет. Ну давай, может быть, еще раз, последний раз так сделаем. Может быть, получится. Потому что там у меня еще всякие кнопочки. Еще всякие кнопочки. Давай, отправил последнее приглашение тебе. Я вижу. Так, пока Илья там тычет на разные кнопочки. Вот Сергей Хворостов к нам присоединился, который как раз похож, по-моему, это вот этот вот Сергей как раз тут упомянут. Да, да, да. Да, это наш менеджер как раз присоединился. Да, да, да. Прекрасно. Так, ну давай, тогда будем разговаривать так, а потом фотку свою пришлешь, и мы всем участникам вышли мы ее отдельно, чтобы, так сказать... Моей фоткой можно изгонять дьявола из тел, поэтому я думаю, что это отдельная история. Прекрасно. Вот, скажи мне, пожалуйста, во-первых, почему эта идея пошла в работу? Почему она пошла в работу? Вернее, не так. В чем состоит суть продукта? И почему он пошел в работу сейчас? А потом про результаты еще поговорим. Доварищ суть. Суть вот в чем. Ну, еще, наверное, на заре всей этой истории фитнеса, да, я всегда задавался, задачивался вопросом, что происходит после того, как клиент купил карту, да? Существовал всегда и фитнес-куратор, и фитнес-консультант, но все это дело сводилось к некоему консультированию клиента с какими-то определенными методическими пожеланиями. Я всегда озадачивался вопросом другим, что происходит, когда начинает звонить тренер? Понятно, кто-то продает, кто-то не продает, кто-то умеет, кто-то не умеет, надо с ними работать, надо их учить, и т.д. и т.п. Но всегда интересовал вопрос, а как было бы, если бы у фитнес-департамента был свой отдел продаж? Причем, это не умудренный опытом спортсмен, да, то есть, это не консультант с медицинским образованием, это обычный менеджер, который работает с клиентом по продаже продукта персонального тренинга, да, то есть, по сути дела, это агент, человек, который работает на уровне эмоций, да, то есть, и фактически, фактически, на старте собеседования с человеком, который, в принципе, уже получил клубную карту, да, получил от менеджеров некую информацию о персональных тренингах, кстати, отдел продаж их тоже продает, но по тем или иным причинам не купил сразу, не почувствовал важность, не почувствовал ценность, не понял сути почему, да, то есть, фактически, фитнес-менеджер начинает с ним общение с точки зрения того, слушай, а ты понял, что это за услуга? Ну, вроде понял, я там профи, я умею, ну, хорошо, а профи подстраховать надо, ты об этом не задумывался, а ты уверен, ну, то есть, включение полное в создание ценности человека именно здесь и сейчас, и вот на основе этого я правильно понимаю, что, давай, давай, закончим, то есть, по факту, по факту мы думали, кто это может быть, то есть, спортсмен, вы или там врач, фитнес-консультант, который работает с противопоказаниями, который будет авторитетно заявлять, что ваша история, это пилатес и завещание своей бабушки, да, то есть, это отпало сразу, потому что умничать здесь не нужно, тут нужно общаться по-человечески с человеком и делать то, что наши великие тренеры, многие, да, просто не умеют. Скажу по опыту, то есть, тренер 30 лет, я могу сказать, у нас 90% тренеров черпают собственную мотивацию из мотивации клиента, что это значит? Если ты хочешь тренироваться, я тебя тренировать буду, если ты не хочешь тренироваться, я тебя тренировать не буду, это классическая история, с этим коллеги все согласятся. У фитнес-менеджера нет этой проблемы, он говорит, в смысле ты не хочешь тренироваться? А ты знаешь, что может быть вот это, вот это и вот это, А ты знаешь, что тренер может вот это, вот это и вот то? После этого человек говорит, да мне вроде как этого все не надо. Да не вопрос. Ну, а поговорить тебе хочется? И то есть фактически у менеджера на руках есть несколько разных козырных карт, которые он разыгрывает в каждом заходе клиента. По сути дела, по сути дела, это точно такая же продажа, как продажа клубной карты. Механика эта. То есть я правильно понимаю, что это опять же работа с триггером идет, за которого человека можно зацепить для того, чтобы потом дальше подвести его к тому или иному тренеру. Да, либо создание этого триггера, что еще более важно. То есть у нашего менеджера есть компетенция создания этого триггера. Ну вот Сергей пришел из недвижимости, тут же очень важна еще личность самого фитнес-консультанта, да? То есть пока у нас сейчас запускается в Новороссийске эта история, человек пришел из недвижимости. Человек, у которого очень хорошие коммуникативные навыки, человек, который продавал квартиры. Естественно, он говорит, хорошо, тебе тренер не нужен, а если я тебе сейчас в течение пяти минут докажу, что он тебе нужен? И дальше начинается вот это вот создание той или иной ценности с разных сторон захода, с разных векторов, да? Вычисление того, на что среагирует человек. Тренер такой компетенции, как правило, не обладает. Два вопроса здесь. Вот это вычисление того, на что среагирует человек, это не фитнесовая классическая цепочка, как работают обычные консультанты в фитнес-клубах? Что это за алгоритм такой? Вообще нет. Вот ты удивишься, вообще не фитнесовая. То есть от слова совсем. То есть на самом деле... Я почему спрашиваю, потому что у нас и вычислим... Хорошо, а как? Ты на секунду просто пропал, я услышал только хорошо, а как? Ну вот это и есть вопрос. А как тогда он работает? То есть в чем его алгоритм? Формирование или прояснение триггера? Смотри, у нас есть несколько категорий клиентов. То есть есть клиенты, которые понимают ценность персональных тренировок, у них есть деньги, они это понимают, они покупают их сразу. Эту категорию людей, то есть мы их можем называть высокое ЛТВ-ценные клиенты, вовлеченные, как угодно. То есть им может быть куча матершинных названий, и мы их опускаем, они покупают сразу. Вторая категория клиентов, это, ну, условно говоря, клиенты вовлеченные, но не имеющие ценности персональных тренировок, люди, которые все умеют и все знают сами. Не испытывают в этом ценности. Я занимаюсь давно, у меня все есть, у меня все хорошо, так или иначе, да, то есть мне тренер не нужен. К ним же я отношу категорию людей, которые говорят, я хожу только на групповые тренировки, меня интересуют только они, и персональный тренер в тренажерном зале нигде мне не интересует априор. Вот эта группа людей, да, и последняя группа людей, которые всего боятся. То есть я не хочу к тренеру, я не хочу к чему, я еще ни к чему не определился, и т.д. и т.п. Вот по сути дела, по сути дела, мы вот эту классификацию берем и начинаем выстраивать с ними коммуникативные отношения. Человек, условно говоря, потратил 15 тысяч на карту, еще должен тут же выложить десятку за что-то, да. Для начала мы выясняем вообще его настроение, мы выясняем его, скажем так, желание и все прочее. То есть после этого идет разговор. Скажи, пожалуйста, скажи, пожалуйста, а вот ты сюда пришел, ты один? Один. У тебя есть какая-то боль? Ну, есть. Давай мы с тобой эту боль разделим и попробуем так или иначе сделать так, чтобы ты не чувствовал себя одиноким. Ты понимаешь, что ты будешь заниматься? Ну, не уверен, да, то есть и т.д. и т.п. И туда же, туда же попадают люди, которые так или иначе отказались от первичных инструктажей вообще. Туда же попадают люди, которые так или иначе не купили у тренеров когда-то. То есть фактически, фактически, это такая же конкретная работа фитнес-менеджера, как и менеджера с отделом продаж СРМ-системы. То есть его задача продавать досуг, продавать эмоции. Механика очень простая. Я правильно понимаю, Илья, что он не работает в тренажерном зале? Вообще нет. Более того, если вы посмотрите на фотографию Сергея, это человек 60 килограмм, достаточно, ну, мягко говоря, Сережа меня простит, субтильного телосложения, он далеко не атлет. Но при этом человек очень сангвинистического типа, да, то есть он легко очень общается, он говорит, ребят, на самом деле, вы знаете, я не призываю вас тренироваться. Более того, я сам не понимаю, как это происходит. Но, но, я, условно говоря, знаю, что приносит радость, я знаю, от чего наши клиенты кайфуют. Хочешь кайфануть? Чувак, просто разово, хочешь кайфануть? Я тебе сделаю вот этот кайф. Но я правильно понимаю, что предложение кайфануть мы будем предлагать тому человеку, у которого сквозит, звучит, идентифицируется запрос на кайфануть? Кому важно, я не знаю, улучшить свою самооценку за счет того, чтобы... то мы ему будем предлагать тренера Машу, которая улучшает самооценку у мужиков и так далее. Ну, в том числе, да. То есть, на самом деле, я могу сказать, с чего мы начали. То есть, у нас этот фитнес-менеджер принял аттестацию у всех тренеров. В чем заключалась аттестация? Не в понимании знаний его анатомии и физиологии, не в оценке его глубинных знаний, скажем так, гормональной системы. Он принимал у них аттестацию простую. Продай мне тренировку. Расскажи мне, что ты делаешь с клиентами. То есть, он у меня прошел всех тренеров. И фактически, фактически, вынеси оттуда понимание возможностей, он сейчас фактически, фактически, при скрининге клиента, он фактически предлагает ему уже готовую альтернативную версию того, что хочет клиент. Идея вот в этом, да? Сколько вы уже тестируете вот эту технологию и какие-то уже получили фидбэки и конверсии, вот как коллеги выше спрашивали? Ну, на самом деле, история вот какая. Где-то примерно, примерно по... Сейчас это делается в Анапе. Процент проникновения доп.услуг у нас был где-то в районе 20-25%. За месяц работы мы его увеличили процентов где-то на 7-8%. То есть, фактически, Сергей окупил свою зарплату и дал где-то процентов примерно 5-7 сверху. То есть, это первый месяц. Что, скорее, очень позитивно. У нас стали возвращаться люди, которые так или иначе не получили первичный инструктаж 2-3 месяца назад. Это очень важно. То есть, и люди, которые отказывались от первичек, да, то есть, и так или иначе говорили, не, я не пойду, мне не надо. Они стали приходить. Удалось вернуть некоторых людей, которые так или иначе отвалились от персональных тренировков, но имея в том числе действующую карту. Стали появляться люди, которые перестали заниматься априори, да? То есть, люди, которые перестали ходить в фитнес-клуб, но при этом карта у них остается действующая. То есть, фактически, мы стали получать интерес дополнительный к этому человеку, даже не к персональным тренировкам. У нас теперь понимают, что есть некое лицо, к которому можно, условно говоря, прийти, поговорить, и он тебе даст некую мотивацию. Скорее, вот так. Я правильно понимаю, что механически Сергей обзванивает клиентскую базу с некой вводной и, собственно говоря, начинает скринить, диагностировать и предлагать те или иные решения. Да, конечно. Он работает по всем векторам. Он работает с новыми клиентами, он работает с продленцами, он работает с отвальниками, да? То есть, условно говоря, отвальникам он может смело предлагать марафон, который продается без клубной карты, да? Вот, заводя искусственно, создает некие продукты. Кстати, вот это следующая история, о которой я хотел сказать. Мы сейчас подошли к чему? Мы тестим новую систему. То есть, условно говоря, ты понимаешь, что Новороссийск Анапа – это город отдыхаек, и сейчас, например, мы заводим, условно говоря, там, не знаю, красивая задница за 10 дней, некий интенсив, который стоит, там, не знаю, 1900. Вот. Он начинает обзванивать базу тех, которые люди только собираются приехать, да? То есть, в Анапу, у нас, слава богу, СРМ там порядком 8 тысяч контактов, да? То есть, уже формирует им интерес. То есть, отдыхайка, например, в июле месяце приезжает с пониманием того, что его в клубе ждет такой-то интенсив, такой-то продукт, и за такие-то вот деньги. То есть, он уже понимает, что придя в клуб, у него будет конкретно готовый продукт. И вот эту историю мы сейчас хотим вообще сделать и выпустить в отдельную провозу без привязки к клубу. То есть, будет продаваться продукт, но не клуб. Идея вот такая. Ну да, клуб будет часть продукта. Клуб будет лишь площадкой, которая дает возможность провести тот или иной интенсив. Прикольно, прикольно. Так, а скажи мне, вы его за пределы Новороссийска вытащили или он еще пока у вас тестируется? Смотри, нам пришлось очень многое поменять. То есть, сейчас фактически дописывается нашим с тобой хорошим знакомым Серегой Иважениным, дописывается отдельная СРМ-система под это дело. То есть, пришлось делать отдельную воронку, пришлось делать совершенно отдельные регламенты. Мы это уже все прописали. Как бы каждое действие прописано, созданы регламенты. И оттестировав месяц сейчас на Анапе, мы сейчас это запустили на Новороссийске параллельно. Вот. Следующая история, следующая история, я думаю, что мы оставим это пока на локальном уровне. Именно почему? Потому что есть определенные цели, есть задачи. То есть, моя задача вывести, в принципе, где-то на 30-35 процентов долю проникновения до услуг по сети. И вот эта вся история, она будет охватывать именно тех людей, которые так или иначе привязаны к фидзону. Плюс люди, которые будут ставить мобильное приложение. То есть, у них появится возможность, общаясь с Сергеем, бронировать те или иные виды, скажем так, фитнес-активности без привязки к тренеру. А тренер будет подбираться... Ну, тут и приложение, получается. В том числе, да. Он это будет отслеживать. То есть, запрос на любую фитнес-активность будет происходить через него. Понял. Слушай, скажи, пожалуйста, вопрос. Вот я сейчас работаю над концепцией одного фитнес-клуба, тоже в южном курортном городе. И мы там размышляем в тему того, что особенность курортных жителей заключается в том, что они сами по себе на фитнес без цели ходят сильно меньше, чем если эту цель им нарисовать. Потому что у них экология хорошая, и так все само цветет, все всегда зеленое. То есть, как бы, грубо говоря, картинку менять не надо. Это нашим людям, там, в Челябинске, да, цвет хороший, цвет хороший внутри фитнес-клуба сделаешь, музычку включишь, и поскольку 9 месяцев серой зимы, а остальные месяцы идет зеленый, рыжий дождь, то у них вроде как сам по себе поход в фитнес-клуб уже мотивация. Вот с южными людьми такое не так. Связано или... Вернее... Ну да, связана ли вот такая технология с таким паттерном человеческого поведения, или вы это никак не привязывали, и вот не было задачи, ну, грубо говоря, там, за счет вытягивания вот этих вот людей к целям за уши притягивания увеличить? Или как-то вот можешь прокомментировать вот эту особенность? Ну, смотри, не совсем так. Я изначально очень сильно удивился, я, по-моему, рассказывал в каком-то эфире коллегам, да, то есть когда я только приехал в Анапу, я приехал в начале межсезонья, да, это был март месяц, я немножко подофигел внешнему виду клиентов Анапского фитнес-клуба. Они все выглядели, дай бог, чтобы у нас так тренеры выглядели. А почему? Все очень просто. В Анапе, условно говоря, с октября по апрель совершенно нечего делать. Шопинг только в Краснодаре. Да, и люди реально либо, извините, бухают, либо качаются. То есть на самом деле форма у людей достаточно хорошая, очень много действующих спортсменов и т.д. и т.п. Другой вопрос, что любой курорт, он людей настраивает на определенную ленивость. Тут ты абсолютно прав. Им нужны движухи, да, то есть я никогда не задумывался, почему все мыльные оперы снимаются на юге, да, потому что в принципе делать нечего и человеческие страсти для них превыше всего. Это как для нас формальдегиды, да, нюхнуть. Поэтому на самом деле им нужны эмоции. И на самом деле я могу сказать, вот с чем у нас с Сергеем попало в десятку, они стали получать эти эмоции, потому что тренер это про результат. Это про результат и это про какую-то уже, ну, условно говоря, какую-то активность. Но зажигательный механизм это эмоция. И вот фактически как раз таки Сергей эти эмоции им и стал давать. И они говорят, ну, что толку я занимаюсь тренером, да, то есть, ну, я уйду на лето, там, не знаю, в гостиницу работать и, в общем-то, я за 4 месяца форму по ней потеряю. Он говорит, чувак, не вопрос, я тебя понимаю. Хорошо, мы заморозим твою клубную карту, но я лично тебе обещаю найти тренера, он подготовит тебе интенсив, и ты раз в неделю будешь приходить тренера, который тебя будет умудохивать так, что за 4 месяца твоя форма потеряет минимально. Я договорюсь с директором, я сделаю тебе такую программу, я знаю такого тренера, завтра я жду тебя на разговор. То есть, создавая вот эти вот различные крючочки, да, то есть, он удерживал таких людей. Более того, он привлекает новых, который говорит о том, что, слушай, да мне что Фитзон, что там, не знаю, другие клубы, мне вообще фиолетово, я вообще в это ни во что не верю, мне нужно как-то время проводить. Он говорит, ты знаешь, я тебя приглашаю попить кофе, я сам так делаю. Давай так, мы с тобой сегодня встретимся, я тебе покажу несколько вещей, на которые ходят такие же люди, как ты, там не нужна клубная карта. Более того, я тебя туда за грузку отведу и после этого встречу. Потом мы с тобой попьем кофе и ты мне скажешь, насколько ты почувствовал себя, условно говоря, полноценным после этого. Он говорит, как тебе такой досуг? То есть фактически он также точно вытаскивает людей на фитнес-активность, не создавая им интерес привязки к какому-то конкретному клубу. Вплоть до досуга. То есть у нас же сейчас есть такая история, мы мафию, например, делаем в клубе, то есть у нас люди собираются. Он говорит, слышишь, а ты знаешь, что у нас там, не знаю, там шахматы играют по пятницам? Приходи и сыграй, а я заодно тебе расскажу, где вы играете, и что мы тут делаем. Ну да, давай попробуем резюмировать. И вот коллега просит здесь как раз, давай попробуем резюмировать тезис на разницу между тем консультантом, которого завели вы, консьерж или консультант, и тем фитнес-консультантом, к которому привыкла отрасль. Вот в чем принципиальное отличие в трех, там, четырех базах? Принципиальное отличие, наверное, в главном. Первое. Ни один фитнес-консьерж, хотя у нас это называется, не будет заниматься методическими рекомендациями по тренировкам. Он никогда ничего не советует и никогда не будет давать приоритетность в выборе той или иной фитнес-нагрузки. Это главное. Главное принципиальное отличие. Это не фитнес-специалист, это менеджер по продажам. Дальше. Следующая история. Я всегда услышал, что это менеджер по формированию эмоций. В том числе. А продажа в нашем случае в сфере B2C услуги это только эмоциональный запуск. Любой другой просто работать не будет. Вторая история. Он, условно говоря, не замотивирован на, скажем так, на количество посещения этим человеком клуба. Его задача сформировать интерес к персональному тренингу априори. То есть он получает деньги за привлеченный именно набор денег, а не за количество проведенных тренировок. Вот такой еще очень важный момент. То есть он ему может продать массаж, он ему может продать тренировку плюс массаж, плюс замеры на каком-нибудь дурожиромере. Он может получить деньги за то, что человек придет, попьет с ним, условно говоря, коктейль и ему напишут, например, программу питания. То есть его задача сделать так, чтобы человек привязался к клубу на любых возможных условиях, а не только на том, что человек будет приходить и получать, не знаю, три раза в неделю набор персональных услуг. Вот это еще очень важный момент. Следующая история, да? У него нет цели делать так, чтобы человек получил результат на том или ином, скажем так, каком-то цифровом эквиваленте. Его задача сделать так, чтобы человек был доволен. То есть он не будет говорить, что ты через месяц приди, мы тебя замерим, мы тебя посмотрим, ты стал страннее, ты стал красивее, ты стал здоровее. Он этого не делает. Он строит, условно говоря, его результат работы, это кайф человека. Это его довольство, это его радость, это его посещение. Но никак не какие-то циферные показатели в достижении каких-то, скажем так, фитнесовых пропорций. Тоже очень важно. Вот. Ну и, наверное, последнее, главное, наверное, отличие, прежде всего, да, у него нет фитнесовой профдеформации. То есть фактически, фактически, на самом деле, тут можно об этом спорить, можно ругаться и ломать копию, да, у него нет понимания, что, например, человек, например, с грыжей в спине должен ходить, условно говоря, только на пилатусе. У него нет понимания, что человек, например, там, не знаю, с отсутствием, там, не знаю, мениска в коленях, условно говоря, хотя, кстати, такой момент бывает, то есть он может приседать и 200 килограмм, если он приседал, но он не может плыгать на степе. Он будет говорить о другом, он скажет, чувак, я могу подобрать тебе специалиста, который в этом поможет. Я не специалист, но давай с тобой выясним, условно говоря, чего бы ты все-таки хотел, я тебя услышу, а дальше эта проблема становится моей проблемой, я тебе ничего не запрещаю, я не буду рекомендовать тебе, как жить в клубе и куда ходить, я лишь сделаю так, чтобы ты получил то, что хотел в той или иной форме. Вот это, наверное, принципиальное и самое главное отличие. Если вы меня поняли, то хорошо. Ну, на самом деле, это и есть консьерж, который встречает человека, начинает говорить, слушай, он не расскажет ему всю подноготную технологию, я тебя вот сейчас пойдем отведу вот туда, вот тут ты в баре сидишь, потом ты идешь вон туда, вон там с тобой тренируются, причем с тобой тренируется вот этот человек потому-то, потому-то, и вот так вот ты будешь получать удовольствие. То есть, это, наверное, есть все-таки консьерживая суть. Окей, хорошо, Илья Михайлович, спасибо. У нас время, я, коллеги, рекомендую, собственно говоря, наблюдать за этим проектом и рекомендую даже, наверное, персонально, может быть, в порядке обратиться к Илье и к Сергею за деталями, потому что, в моем понимании, вот эта штука, она сильно расширяет возможности по совращению в хорошем смысле людей в персональной тренировке и во время провождения клуба. Вот, Илья сейчас, если не против, напишет свой телефон, куда можно вопросы задавать по WhatsApp, а мы, наверное, будем на этом заканчивать. Так, вон, видите, там все пишут. Илья Михайлович, вам удачи с этим проектом. Спасибо огромное. Да, вам тоже. Рад вас. Без всей общественности огромное, физкульт-привет. Да, 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 не теряйтесь там в югах, в летних, несмотря на высочайший сезон. Вот. И, собственно говоря, будем завершать уже наш эфир. Вот. Илья сейчас телефон, правильно только что-то напишет, а то он какой-то странный телефон. Илья, проверь телефон. А, что-то 932, не знаю. Вот. Друзья, собственно говоря, вот примерно такие вещи удалось, ну, мне там насобирать. И понятно, что с одной стороны мы видим достаточно понятный нам инструментарий работы, да, с другой стороны надо понимать, что если мы не будем перебором пробовать какие-то инструменты, а иногда, возвращаясь к вопросу Вадима, без прогнозирования конверсий, потому что важно попробовать, оценить результат, скорректировать и попробовать еще, и только потом уже отвечать на вопрос, сколько таких мероприятий нужно, чтобы провести, заработать миллион таких пикников, то, собственно говоря, что нужно делать сейчас, так это нужно корректировать инструментарий привлечения. Длинные карты разбавлять короткими, игры, целевые продукты, тест-драйвы, все это там пробовать, пробовать, пробовать. Челленджи, игровые продукты, примерять на свой трафик, это действительно может привлекать внимание, но им требуется сценарий, то есть почему мы вот так действуем, почему, не знаю, там, 10-дневный челлендж, сколько кусочков мероприятий и так далее. Больше проводить события и как можно больше разных событий, да, мелькать, мелькать и мелькать в наших городах, потому что, если не мелькаем мы, то в фокусах людей мелькают всякие журналы GQ, МТСы и прочие всякие штуки. Подумать, где брать больше людей с уже поставленными целями или как можно больше этих целей поставить, это то, чем занимается как раз Илья с Сергеем, да, целей, но не в смысле там физически на выносливость, на силу, цели в том числе и на эмоции получать удовольствие, развивать, не знаю, там, знакомство, знакомиться с новыми людьми и есть новую еду в фитнес-барах. Превращать, как я услышал у Ильи, термин фитнес вместо обличения счастья и радости. Ну и пробовать, пробовать, пробовать. Вот я специально формулирую это вот так вот, да, потому что то, что работает у вас, может не работать в соседнем городе. То, что работает в соседнем городе, может не работать у вас. То, что дает конверсию плюс 25%, как у Ильи в Анапе, может не дать такую конверсию в Ульяновске или Владимире. Но сесть и сказать, ничего кроме скидок не работает, можно лишь тогда, когда вы перепробовали все. Я, к сожалению, или к счастью, еще не видел ни одного оператора в России, который бы перепробовал все. И очень радостно мне видеть, что все больше и больше коллег, которые не стесняясь пробуют одно, второе, третье, четвертое, пятое, и параллельно снова начинают пробовать первое, потому что конъюнктура изменилась. Вот. Друзья, собственно, надеюсь, было, что забрать, на поизучать. Вижу, что Илья оставил свой телефон, можно, собственно, обращаться к нему за вопросами, связанными с продуктом фитнес-консьержа. Надеюсь, что у нас получилось показать разницу между фитнес-консьержем и фитнес-консультантом. Ну, и, собственно говоря, всем удачной летней жары, где она жара и прихода жары в погоде и неприхода дефицита клиентов в связи с жарой. Вот. Будем на связи. Илья Коноплев был вместе с вами. Все. Заканчиваем. Всем пока-пока. Кто еще не подписан наизнанку, можно в фейсбуке подписываться наизнанку. Так. Все. Чао-какао.